Местность необходимо читать. Да, что такое читать местность? Это знать и видеть ориентиры. Ориентиры у нас, это вот линия электропередач. Это он, стационарный ориентир всегда будет являться. Железная дорога, это будет всегда ориентир. Школьники отправились в лесной массив вместе с наставником, начальником боевой службы Владимиром Несеевым. Он научил ребят ориентироваться на местности, определять стороны света, а также читать карту. Уровень подготовки у ребят был разный, однако заданием справились все. Кадеты научились пользоваться компасом, определять по карте свое местоположение, ориентироваться на месте по наручным часам и по расположению небесных тел. Следующий урок был по оказанию первой медицинской помощи. Вместе с офицером Рязанского СОБР сотрудники Росгвардии рассказали, как следует останавливать кровотечение и накладывать жгут. Поверх одежды, то есть мы берем жгут, растягиваем максимально и перекручиваем. После ребятам предстояло потренироваться. Также провели занятия по вязанию узлов, а после кадеты сами приготовили себе обед. Сегодня мы научились выживать в таких условиях, в которых не каждый может человек. Попробовали приготовить себе еду, ходили, учились нас определять местность, мы раздобыли воду и вообще день очень получился красочный. Мы любовались природой, она была прекрасна. Для кадетов из подшефного класса регионального управления Росгвардии это не первое занятие со специалистами, но первый полевой выход. Здесь можно узнать, какую травку можно покушать, здесь можно узнать, какую водичку можно пить. И как ее обеззаражить, если она непригодна для питья. На таких мероприятиях можно узнать, как рано обработать народными средствами, а также не только народными, и теми, которые мы берем с собой на полевые выходы. Директор школы подшефного класса сказала, что первый полевой выход оказался полезным для ребят и выразила надежду, что он далеко не последний.